Ну все, вроде все собрались, давайте начинать. Мне представляться или все в курсе? Все знают. Поднимите руки, кто меня не знает. О, не густо, не густо. Меня зовут Элина Элис, я автор, иллюстратор книжек, живу, работаю в Великобритании, работаю на весь мир. Большинство моих книг выходят за границы в разных странах. Почему я решила сегодня поговорить о портфолио? Потому что я, как практикующий иллюстратор, знаю, насколько это важно и ценно иметь правильное портфолио. В нашей жизни иллюстраторской все зависит от портфолио. Портфолио – это ваше лицо. Поэтому сегодня мы поговорим об этом детально, и я расскажу все, что знаю сама, и все, что помогло мне и, возможно, поможет вам. Итак, портфолио иллюстратора, как показать свой талант. Вопросы. Разумеется, кто из вас специализируется на детской иллюстрации или хотел бы создать портфолио именно в детской иллюстрации? Ну, прилично. Кто просто задумывается о портфолио? Это может быть арт, это может быть дизайн. Ну, тоже много. Мы будем сегодня говорить в основном о детской иллюстрации, но большинство полезных советов, которые я дам сегодня, разумеется, пригодны для любого портфолио. Я имею в виду арт-портфолио. Итак, основные вопросы, которыми мы все задаемся еще до того, как мы начали это портфолио собирать, то что в него положить прежде всего, сколько там должно быть работ, важно ли оформление портфолио, и вообще как оно должно выглядеть, в каком формате его представлять и кому. Показывать один стиль или несколько – это вообще больная тема. Меня об этом спрашивают каждый день. Я сама задаюсь постоянно этим вопросом, потому что у меня стиль варьируется бесконечно. Какие сюжеты должны быть в портфолио? Какие персонажи? Как выделиться на фоне других иллюстраторов? Тоже извечная проблема, потому что сейчас рынок иллюстрации бурлит, конкуренция огромна, но это вовсе не значит, что у вас нет шансов. У вас ровно столько шансов, сколько у всех остальных. Чем прекрасен рынок иллюстрации? На данный момент это то, что он открыт абсолютно для всех. И то, что вы находитесь в Украине, никак вас не сужает спектр ваших возможностей по отношению к людям, живущим в других странах, потому что все происходит онлайн. Никого не интересует, есть ли у вас художественное образование или нет, есть ли у вас опыт работы или нет. Все, что интересует потенциальных покупателей, это качество ваших ресурсов, это ваше портфолио. Они о вас ничего не знают, кроме ваших рисунков. Поэтому, если вы серьезно настроены зарабатывать на этом и быть успешными в иллюстрации, прежде всего задумайтесь о качестве своего портфолио. Где оно и как оно выглядит, и что вы в него положите. Мы сегодня подробно обсудим каждый пункт, каждый вопрос. Где показывать свое портфолио, тоже очень важно. Итак, что такое портфолио? Для нас, как для художников, прежде всего, разумеется, это презентация вашей работы. Это презентация всех потраченных часов, денег, бессонных ночей, мучительных решений. Это аккумуляция всего, чем вы являетесь как профессионал, как художник. Это ваше лицо, это ваша визитная карточка. В среднем у издателя, у потенциального покупателя есть 5-10 секунд, глядя на ваше портфолио, чтобы определиться, подходите вы или нет. То есть вы должны производить впечатление молниеносно. Если вы не успеваете за это время заинтересовать, скорее всего, ваше портфолио, потому что большинство потенциальных заказчиков смотрят онлайн на ваше портфолио. Если вы за 5-10 секунд, 5, скорее всего, не заинтересовали, покупатель пойдет дальше. Это ваша галерея. Подумайте о том, что это ваш единственный шанс. Допустим, как художники тщательно и продуманно подходят к организации своей выставки. Как это все курируется, как тщательно анализируется, какую картину поставить рядом с какой повесить. Это все продумывается. Почему мы, когда создаем портфолио, лепим все рисунки подряд или грузим все рисунки подряд, а бы как. Мы тоже должны очень тщательно продумывать, как мы расставим наши рисунки в визуальный ряд, чтобы клиенту было интересно на них смотреть. Это книга о вас. Мы об этом будем говорить. Мы оформляем, мы работаем над портфолио точно так же, как мы работаем над книгой. Мы начинаем с раскадровки. Но об этом мы отдельно поговорим. Это ваш единственный шанс произвести впечатление. Это так и есть. Потому что сейчас, в наше время, все меняется очень быстро. Все очень заняты. Просмотрев ваше портфолио онлайн один раз, к нему уже не вернуться. Поэтому важно сделать все правильно. Ключ к дверям безграничных возможностей. Так и есть. Опять же, вас заметит один человек, у вас хорошо получится, он порекомендует другому, и все, и все пошло-поехало. Я бы сказала, что в 80% случаев проблема неуспешности иллюстраторов, даже талантливых, заключается именно в неправильно созданном портфолио. Это доказательство вашего существования как художника. Нет портфолио, нет вас. Как бы круто вы не рисовали. Поэтому, естественно, начните с создания портфолио. Компьютер грузится. Что портфолио должно демонстрировать? Когда-нибудь загрузится. Ага. Ваш талант, прежде всего. Ваш профессионализм. Ваш профессионализм выходит из того, опять, что вы положите в портфолио, насколько многогранный и многообразный будет ваш набор рисунков, насколько он будет одинаково стилизирован, насколько профессионально он будет выполнен, качественно, эти рисунки. Ваш потенциал. Клиент должен видеть, что вы можете больше, что вы можете любую данную вам тему развернуть во что-то классное. И вашу многогранность. Когда я говорю о многогранности, я не имею в виду количество бессвязных стилей. Или, допустим, тут мы повесили рисунок на Тюрморт, там у нас комиксы, а там у нас персонажи. Многогранность, я имею в виду умение работать с персонажем, показать его в разных позах, в разных настроениях. Это умение работать с ракурсом, с перспективой и с задним планом. То есть ваш набор рисунков, очень ограниченный набор рисунков, должен показать максимум ваших скилл, ваших умений. Что положить в портфолио? Самый важный момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова